В 14-й версии Битрикса появились новые возможности SEO-оптимизации в части информационных блоков. Одним из ключевых моментов появившегося в 14-й версии продукта возможность делать автоматизированные шаблоны для инфоблоков. А также появились вкладки SEO у инфоблока, разделов и его элементов, на которых можно задать шаблоны метатегов, тайлов, keyword, description и так далее. Нажав на кнопочки с тремя точками, мы увидим с вами список всех доступных шаблонов, которые можно подставить. Вот вы видите поля разделов, поля родителей, поля инфоблока, дополнительно склады, где соответственно в этой группе выводятся еще свои конструкции. Шаблоны можно делать как для всего инфоблока, всех его разделов и товаров. Вот мы с вами сейчас видим тип инфоблока, инфоблок новостей, соответственно еще и настройку мы с вами делаем. Так и для конкретного раздела. Вот у нас открыт с вами конкретный раздел, мы можем переопределить шаблон. И также для элементов. Открываем элемент, соответствующий вкладку SEO и можем переопределить. Мы можем сделать настройку сначала для всего инфоблока, а потом для конкретного раздела мы это все перепределяем на свои, если это требуется. В противном случае у нас будет применяться шаблон «выше ли джечь в уровне». Начнем с заголовка окна браузера до элементов, изменим тайтл. Формат определим как название элемента, слэш, адрес сайта. Давайте посмотрим, сейчас зайдем, как у нас выводятся новости. Мы настроим, соответственно, новости, вывод новостей. В текущем варианте у нас новости выводятся просто вот, соответственно, тайтл, название. Мы с вами это видим. Теперь перейдем в настройки инфоблока, вкладка SEO, шаблон мета, тайтл, настройки до элемента, поля элемента, название. Далее мы делаем слэш. И пишем адрес сайта. Написали адрес сайта. И, соответственно, сохраняем. Идем, проверяем. Обновили. Соответственно, вот мы видим, что в результате у нас шаблон сработал. Наш результат удался. Аналогичным образом мы можем настроить keywords и description. Давайте просто аналогичным образом допишем, что это keywords. Соответственно, description. Применяем. Идем в публичную часть. Обновляем страницу. Открываем исходный код. И мы видим, что, собственно, keywords. Наш изменение применилось, вывелось. Description. Также аналогичным образом наше изменение применилось. И, соответственно, title. Вот у нас наш title тоже все применилось. На вкладке SEO мы можем управлять не только метатегами товаров, но и работать с картинками. Для картинок, анонса, детальной, а также для картинок разделов, изображений разделов, и также для файловых свойств с картинками, можно устанавливать их alt, title и делать шаблоны названий файлов. Вот мы на экране все это прекрасно видим. Alt, title, шаблоны имен и соответствующие настройки. Нужно быть внимательным. Все настройки для названий файлов срабатывают только для файлов, которые загружаются после ввода настроек. Если вы что-то меняете в настройках, все файлы, которые были загружены ранее, останутся в системе своими названиями. Давайте разберем галочку очистить кэш вычисленных значений. Данная галочка должна появляться как заведенная при любом изменении, которое вы делаете. Вот допустим мы здесь начинаем набирать шаблон, она сразу у нас завелась. Очищается кэш шаблонов, которые вы исправляете. И у вас на странице изменения происходят сразу. То есть если вам не надо, чтобы изменения сразу применились, вы должны снять. Если же надо, чтобы они сразу применились, чтобы кэш вычисленное значение очистился, соответственно вы должны удостовериться, что данная галочка установлена. Для разработчиков и тех, кто хочет влиять на форматирование результата, существуют фильтры обработчики. Часть из них могут быть встаны через меню, часть могут быть прописаны вручную. Немного расскажу про них. Мы тут с вами видим приведение к нижнему регистру, приведение к верхнему регистру, сцепление строк через разделитель, ограничение n элементов по разделителю, транслитерация выбранных аргументов, выборка минимального значения числового, выборка максимального значения числового. Уникальные значения.